Всем привет! Это снова я. Сегодня хочу вам показать, как менять тормозные накладки автомобиля Ford Fiesta 5. Что решил поменять, потому что справа появился такой характерный звук, как будто стерлась колодочка. На своих колодках колодки у меня родные. Прошел я на них 77 тысяч. С машины убрал я новую. Сегодня будем менять. Делаю я первый раз, поэтому если что-то не так, извиняйте. Для начала продомкрачиваем автомобиль. Прежде чем продомкратить автомобиль, нам нужно попустить болтики на колесе. Снимаем вот эту защитную крышечку и срываем наши болты. Как говорят процедура несложная, занимает немного времени. Болты мы сорвали. Теперь будем поддомкрачивать. Прежде чем поддомкрачивать автомобиль, надо поставить или на ручник или же на башмаки. Поддомкрачивать автомобиль. Перчаточки надо надеть. Забыл. Теперь откручиваем болты и снимаем колесо. Вернее не болты, у меня гайки. На другом автомобиле были болты. Я думаю разницы никакой. Всем понятно, что мы снимаем колесо. Все готово. Готово. Снимаем наше колесо. Убираем его в сторону, чтобы она не мешала. Для замен накладок нам понадобится какая-нибудь очищающая жидкость. У меня для очистки карбюраторов использую. Можно взять ВД, то есть не важно. Шестигранник на 7. На всякий случай плоскогубцы. Отвертка. Я использую для замены накладок суппортную специальную смазку. На основе меди. Медная паста называется. Ну вот в принципе все инструменты, которые нам понадобятся. Прежде чем мы будем откручивать наш суппорт, нам нужно открутить под капотом бачок с тормозной жидкостью. Когда мы будем раздавливать наши колодочки, жидкость будет выходить в бачок. Чтобы не создавалось давление, мы его открутим. Вот он наш тормозной бачок. Мы просто откручиваем крышечку. Ложим ее тут рядышком. Все, здесь больше делать нечего. Теперь приступаем к разборке суппорта. Я решил вывернуть колесо, потому что так, я думаю, будет удобно. Значит, для начала вот тут у нас есть такие пластмассовые заглушки. Отверточкой мы их подковыриваем, типа пыльнички, чтобы туда не попадала грязь. Там стоят у нас шестигранички. Один вверху, вот он он. Один внизу. Подковыриваем их отверточкой. И снимаем. Вот второй. Перед тем, как мы будем откручивать наши шестигранички, мы должны развести колодки. Я как посмотрел, колодки тут у меня нет вообще уже. По-моему, нету. Ну, сейчас снимем, увидим. Разводить будем отверточкой. Вот. Вставляем ее. И таким вот образом давим, чтобы у нас цилиндрик тормозной сдавился, потому что новые колодочки, они больше, они не влезут в таком... Для этого мы откручивали на тормозном бачке крышечку, чтобы свободно туда поступала тормозная жидкость. Давим. Ну, пока она идет, пока и давим. Пока она не остановится. Аккуратненько, отверточкой. Идет она довольно-таки легко, не тяжело. Вот. Вот. Как бы... Пока сложного ничего не вижу. Вот все. Все. Вот наша колодочка. Удавили тормозной цилиндрик. Теперь будем откручивать наши шестигранники. Как я уже говорил, используем ключик на 7. Шестигранный ключик на 7. Вот. Попробуем сначала снизу. Если тяжело идет, можно надеть... Оп! Нет, не тяжело идет. Сорвался. Можно было надеть какую-нибудь трубочку. Ну, вот верхний, тут, наверное, нам будет мешать тормозная шланга. Поэтому сейчас найдем какую-нибудь трубочку. Поставим его таким образом. И сюда оденем трубочку, чтобы сделать рычаг и попробовать его сорвать. Взял я трубочку. Я взял такой ключик. Вот у меня тут ключик такой есть. И ставлю его на шестигранник. И пытаюсь... Вот. Сорвать. Сорвал. Сорвал. Вот. Выкручиваем. Так. Перед тем, как их снимать полностью, нам надо еще снять пружинку, которая спереди находится. Придавливает нашу наружную тормозную колодочку. Выровнявали колесо, чтобы по углу было виднее. Вот эту вот пружинку нам надо снять. Пружинка такая... О! Улетела. 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 Вот такая пружинка довольно-таки жесткая, хочу сказать. Ну все. Теперь откручиваем наши шестигранники. Так. Все. Они выкрутились. Снимаем наш суппорт. Ну да. Одна колодка осталась тут, которой по-моему почти нет. Это. А вторая вот она снимается. Вот так. Ну тут у нас осталось миллиметра может быть три. Снимаем вторую колодочку. Она у нас получается с пружинкой входит тормозной цилиндрик. Сейчас я вам покажу. Вот такая пружинка у нее есть. Ну как видите, тут колодки нет вообще. Поэтому появился этот такой характерный звук. Вскрежет металл об металл. Вот. Не доезжайте до такого состояния. Это неправильно. Просто у меня в комплекте лизал запас колодок. Не было времени их поменять. Как только появился звук, ну я решил, что пора. Ставить колодочки я буду. Фирмы Профит такие вот. Купил я колодки. Ни разу не ставил. Ну сказали, что неплохие, хорошие колодочки. Вот их тут четыре штучки в комплекте. Запечатанное. Снимаем наши направляющие. Штулочки. Помоем их и смажем. Потому что если они будут не смазанные, то у нас будет клинить наружная колодка. Они служат как направляющие. По ним ездит. Тут у нас давит тормозной цилиндрик. С этой стороны с внутренней, а с наружной. Поддавливает суп. И он ездит по вот этим направляющим. Будем их мыть. Мыть мы их будем. Вот таким вот очистителем для карбюратора. Я говорю, можно использовать ВДшку. Можно использовать у кого что есть. Обрызгаем на них. Сейчас они покиснут. Мы их протрем. В принципе будем смазывать и ставить. Пальцы мы наши почистили. Вот они так выглядят чистенькие. Убрали весь этот налет. Теперь их останется смазать и поставить. Сейчас мы ставим наши новые колодки. С пружинкой. С пружинкой мы ставим тормозной цилиндр. Вот так. Она заходит туго. Поставим. Вот она туда запрыгивает. А вторая колодка ставится у нас с этой стороны. Вот как-то так. Теперь сейчас смажем пальчики. И будем это все дело собирать. Все. Ставим. Поставили колодки. Смазали пальчики наши. Они тут в коробочке лежат у меня. Ну чтоб не на пыли нигде. Положили коробочку использовал в промывке карбюратора. Вот. Теперь поставили колодки. Ставим назад наш суппорт. Аккуратненько. Чтоб не перекрутить шлангу. Не порвать ее. Делается это просто. Я так понял. Так. Вот. Вот. Суппорт наш стал на место. Теперь будем закручивать наши пальчики. Один, как вы не забыли, сверху. Один снизу. Один снизу. Один снизу. Один снизу. Один снизу. Один снизу. Теперь берем шестигранчик и закручиваем все. Дазад. Все. Суппорт наш мы затянули. Осталось надеть нам пружинку. С этой стороны вам сниму. Чтобы было легче, как это все дело одевается. Попадаем. Дырочки там есть специальные на суппорте. Берем полоскогубцы. Подбиваем. Вот так она в принципе. Пробиваем все это дело, чтобы она не соскочила. Вот. Все хорошо. Калудочки мы поменяли. Пружинку надели. Затянули. Осталось поставить колесо. Поменять другую сторону. В принципе все так же само показывать я не буду. И потом не забудьте закрутить крышку тормозного бачка. И перед тем как ехать, заведете автомобиль пару-тройку раз нажмите на педаль тормоза. Чтобы наши цилиндры тормозные цилиндры стали в свое рабочее положение. Спасибо всем за внимание. Удачи вам всем на дорогах. И как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Пока.